Вот это я заказывала, например, для стульев, то есть у меня есть три табуретки, которые а-ля Советский Союз, они довольно прочные, но вид, понятно, уже не эстетичен. Я буду их декорировать, но, скорее всего, летом, потому что надо их шкурить, покрывать алкидным грунтом, чтобы они там, потому что поверхность там такая ламинированная, и это будет как вот декор на ножки. Я их тут заказала, шесть штучек таких, да, это стебель гороха получается, вот так вот, горошины, для того, чтобы вот на ножках они вот так с трех сторон, так будут красиво прилегать. Это декор для часов, мне дали часы для того, чтобы я их задекорировала, часы тоже а-ля Советский Союз, и тоже вот эти два таких шикарных вазона я именно заказывала для часов. Это декор, который я уже покрасила, это декор для тумбы, тоже тумба родом из Советского Союза, она такая прям вот советская-советская, такая вся лакированная по-настоящему, и я буду делать из нее классическую тумбу, и уже в готовом виде тоже вам покажем. Так, что здесь еще интересного? Ну, декор, в принципе, может быть совершенно разный, это вот такие элементы, и я, кстати, покупала их создать композицию, сейчас я вам покажу ее, как она будет выглядеть. Сейчас сами по себе элементы, они такие, вот какие-то, которые покрупнее, они выглядят более ровно, те, что потоньше, выглядят более криво, скажем так, да, но это все исправляется затем с помощью того же фена. Итак, то есть вот так, и между ними вот такие вот соединительные палочки будут, то есть будет вот такая красота. Палочки будут, конечно, покороче, будет как-то вот так, вот, получается, будет очень красиво выглядеть. Так, тут будет тоже, тоже вот так, и есть еще, так, это на другую, и здесь будет еще так же вот такой уголок. Вот так красиво будет это выглядеть.